Ну а сейчас я рад снова пригласить на сцену Михаила Беляева, руководителя Санкт-Петербургского офиса 1S Bittrex. Он, как никто другой, знает, как сложно успевать буквально все. И у него есть некоторые секреты, а именно правильное делегирование даже самых ответственных задач, и он с нами ими поделится. Приветствуем! И снова здравствуйте, друзья! Да, у меня есть пара секретов про делегирование и про эффективность. Давайте немножко во вступлении, почему эта тема, откуда она возникла, почему я об этом хочу рассказать вам. Я видел регистрации на сегодняшнюю конференцию, большинство должностей звучат как директор или руководитель. То есть это люди, которые руководят другими людьми. Вообще, что такое управление? Есть расхожий термин, он уже без конкретной фамилии и подписи, кто сказал эту фразу. Сразу в огромном количестве источников написано, что управление — это выполнение силами других людей каких-то задач. Достаточно простая история. Теперь мы посмотрим на следующую историю. Скажите мне, пожалуйста, вот большинство из вас руководители. Кто-нибудь из вас работает за своих сотрудников? Слушайте, какая честная аудитория. Да, я хотел подловить кого-то, но не получается. Очень часто задачи, которые должны выполнять наши сотрудники или коллеги, выполняем мы. Я сегодня хочу поговорить об этом, показать, откуда это появилось, что с этим можно делать и что при этом может поменяться. Для этого я расскажу вам маленькую такую сказку, что ли, про обезьян. Есть прямо теория про управленческих обезьян. Если кто-нибудь слышал, сейчас можно без рук, я чуть повторюсь. Если нет, то смысл в следующем. Мы представим себе, что задача, управленческая задача или какая-то проблема, которую нужно решить, — это обезьяна. И обезьяна садится на плечо или на спину того человека, который решает этот вопрос. То есть на чьей стороне мячик. Несколько ситуаций. Например, у вас есть сотрудник. Мы сейчас разбираем в основном отношения сотрудников и руководителей. Как это происходит. Я поручил сотруднику слепить пирожное, и в процессе этой лепки у сотрудника что-то идет не так. Он возвращается ко мне и говорит, пирожное не лепится. Ну и приводит к какой-то аргументам, почему оно не лепится. И что происходит в этот момент? Фактически в этот момент сотрудник с этой задачей про пирожное и обезьяной, которую я ему поручил, приходит ко мне в кабинет, или встречается где-то без кабинета, в коридоре, и он говорит, ты знаешь, проблема не решается. В зависимости от того, как я отреагирую на это, обезьяна, которая сидит на плече у моего подчиненного, останется либо с ним, либо переберется ко мне. Очень часто обезьяны перебираются. Я покажу несколько примеров обычных. Мне кажется, что вы в некоторых из них узнаете себя. Когда эта обезьяна совершенно легко перебирается к вам, и в конце рабочего дня руководитель проекта, группы, компаний оказывается с огромным количеством обезьян, не его подчиненный, а он. Давайте по порядку. История первая. У нас на проекте, говорит мне сотрудник, проблема. Например, закончился крем для тех самых пирожных, или закончился бетон для каких-то определенных работ. И вы говорите, я подумаю, что делать с этой проблемой. Как вы думаете, где обезьяна? Обезьяна перебирается к тому, на чьей стороне следующий шаг. Из этого диалога ваш сотрудник уясняет, что он принес к вам проблему, рассказал про нее, и теперь вы будете ее решать. То есть вы подумаете, как решать эту проблему. Что происходит дальше? Через два дня он заходит к вам в кабинет, заглядывает и говорит, слушайте, а как там мой вопрос? Как-то роли поменялись, да? То есть вроде руководитель я, а почему-то мой сотрудник заходит и спрашивает, как там мой вопрос, ты решил его или нет? Ладно, я пережил эту ситуацию, сделал выводы, прочитал про обезьян, иду дальше. Значит, ко второй части. Заходит ко мне в следующий раз тот же сотрудник и говорит, Миша, у нас, Хьюстон, у нас опять проблема. Значит, теперь не заводится трактор. Или что-нибудь там не взлетает. Я говорю, нет, так не пойдет. Значит, я не буду об этом думать. Ты мне напиши. Где обезьяна? У руководителя? Ну да, она окажется у руководителя сразу же, как только сотрудник напишет письмо. А он же сразу же напишет письмо. То есть его просили, что сделать? Не решить проблему, а письмо написать. Это же проще. Намного. Он напишет письмо. Письмо это лежит у меня, и через два дня он заходит ко мне с вопросом. Как там? Ну там, про бетон или что нужно будет решить? Окей. Мы приходим к третьей истории. Мы, ну вот эти вопросы научились решать. Как-то, каким-то образом. Третья история. Немножко другая. Ко мне приходит точно так же человек и говорит, что, например, у нас в большой компании между отделами возник какой-то спор. Кто должен это сделать? Или мне нужна ваша помощь, а вы же с руководителем этого отдела, соседнего, друзья, в гольф играете вместе, в пинг-понг, ходите в один спортклуб. Может, вы поговорите с ним? Чувствуете, да, куда обезьяна нацелилась? И как только я говорю, ну, окей, например, я поговорю, или даже говорю вот так вот, что я не обещаю поговорить, но при случае поговорю. Через два дня мой сотрудник заходит ко мне и спрашивает, ну, поговорил? И мне нужно опять как-то выкручивать, то есть обезьяна опять не у меня. Давайте финализируем. Пятая история. Я такой весь умный, все это понял, что обезьяны ко мне перебираются и хочу их вернуть. Не хочу брать, хочу вернуть. Значит, заходит ко мне сотрудник, который получает новый проект. И я ему говорю из другой серии. Я ему говорю, давайте мы обсудим этот проект, я примерно понимаю, как он должен проходить. Вы ко мне во вторник зайдете, и я вам расскажу, каким образом этот проект видится мне. И мы договоримся, как мы будем все делать. Это такая изначальная первая позиция. Я не буду спрашивать, на чьей стороне обезьяна. Но это потенциальная угроза, что обезьяны стадом со всего проекта прибегут ко мне. Потому что инициатива лежит не на сотруднике, который пришел и принес вам план действий, например, а на вас. И он-то пришел послушать, что вы ему предложите. И это опять подмена ролей. Ситуаций таких достаточно много. Единственного выхода из этих четырех кейсов я вам прямо сейчас не скажу. Я хотел заострить внимание, что есть обезьяны, которые норовят перепрыгнуть к вам. Ваша задача сделать так, чтобы следующее действие было не на вашей стороне. Решать такие обезьяны можно. Действительно бывают ситуации, когда только руководитель может решить вопрос. Или руководителю решить его сильно проще. Но все эксперты советуют решать такие вопросы про управленческих обезьян ровно в определенное время. Например, человек заходит ко мне в 15.30 и до 15.50 или до 16.00 часов у нас с ним есть время, в котором мы этот вопрос решаем. Вот в этот момент я ему всячески помогаю. Во все остальное время этот вопрос ко мне не имеет никакого отношения. Это его задача. Это вводное. Почему руководитель не отдает задачи? Почему он решает задачи за других, за своих сотрудников? Есть вот там облаком тегов буквально несколько причин, почему, я думаю, что вы найдете близкие вам. Это такие отговорки стандартные, что там дольше мне объяснять и рассказывать им, как это сделать. То есть я сам быстрее сделаю. Или я им сейчас поручу, но я точно знаю, что накосячат. Ну вот я прям уверен, что либо сроки сорвут, либо подведут, либо еще что-то. А еще есть одна штука классная, что я сделаю лучше. Лучше, чем я, никто же не сделает. Получается, что мы хотим создать отдел таких клонов себя. Почему лучше никто не сделает? Вы знаете, который из них настоящий? Это Алики Болдуины. Третий слева, второй справа. Это, мне кажется, что не один, если честно. Но я могу ошибаться. Это не точно, знаете, мем так. Не точно. Мы создаем отдел похожих на себя людей. Ну вот хотим набрать сюда таких же людей, которые делают все, как я. Но в этом есть сложность. Люди не могут научиться, если они не тренируются. А собрать прям таких же, как я, по-моему, ни у кого никогда не получалось. Есть три, наверное, базовые категории, почему же все-таки руководитель не отдает. Я сейчас по ним быстренько пройдусь и попробую сказать, как с этим можно бороться. Первое — это синдром специалиста. Что это такое? Вообще никто из нас не начинал свою карьеру как руководитель. Я предполагаю, что никто сразу же не стал директором или руководителем подразделения. Все начинали специалистом. То есть что-то делали руками, а потом выросли в другую компетенцию. И мозг человека устроен так, что ему проще делать то, что он привык, а не что-то новое. Управление для специалиста — это что-то новое. Делать руками то, что он привык — это привычная работа. Поэтому, когда встает вопрос, отдавать или не отдавать, мозг говорит, слушай, сделай сам. Ты понимаешь, как это делать, все понятно, результат конечный предсказуемый, ты будешь молодец, все отлично пройдет. Если вдруг у вас возникает задача, задайте себе вопрос. Мои сотрудники смогут это сделать или не смогут? Не на 100% качество, не так же, как я, не так же быстро, не так же эффективно, но в принципе они смогут это сделать или нет? Если ответ на этот вопрос утвердительный, отдавайте. Не держите у себя и не держите себя отговорками, что мне дольше рассказывать как, чем передать задачу. Вторая история связана со страхом неудачи. Это тот случай, когда мы знаем, как делать задачу, но если мы ее отдадим, тогда ее могут сделать не так, не в срок, не с тем качеством и много-много еще причин. Сотрудники, которые есть у вас, вспоминайте Халиков, Болдуинов, они, не пробуя, никогда не научатся. То есть вы никогда не сможете отдавать им задачу, если они не попробовали. Ответом здесь может служить, во-первых, вам нужно это делать, а чтобы это делать правильно, попробуйте не отдавать целиком. Наверное, не нужно отдавать совсем новому сотруднику, которого вы еще не проверили в бою, задачу полностью. И говорите, вот тебе задача, сделай ее. Скорее всего, вы будете правы, он сделает ее не так, как нужно, ну, с какими-то погрешностями. Отдайте ему частями, кусочками, в промежуточных точках проконтролируйте его. Но делегирование — это то, что нужно делать руководителю. Ну и третья, такая уже психологическая, глубокая что ли история, это история про себя. Если я руководитель и смогу все так делегировать, что мои сотрудники смогут все делать без меня, я зачем? Но есть ответ на этот вопрос, что ваша работа — это организовать работу. Ваша работа — управление. Помните самый первый слайд, с которого мы начинали? Что управление — это когда вы организуете процесс так, когда работа делается. Ваши сотрудники так не умеют, они умеют делать работу, и это классно, здорово. Ваша задача немножко другая. Ну и еще один момент, который должен простимулировать вас. Если вы будете незаменимым внутри своего отдела, и ваши сотрудники без вас не смогут этого сделать, вы никогда не вырастите, вы никогда не сможете масштабировать бизнес, вы не сможете вырасти по карьере, то есть вам не оставить будет тот блок, за который вы сейчас отвечаете. Несколько причин, почему сотрудники теперь… Вы решились, вы так провели у себя ревизию в голове, и так все, мы отдаем задачи. Почему сотрудники их не берут? Тоже несколько причин. Ну, во-первых, они не хотят. Чаще всего сотрудник не хочет, у него отсутствует мотивация. Вот тут мотивация на картинке, что какая-то работа бесполезная. Траву красить, лужу вычерпывать или делать то, что ты не понимаешь. Это может не соотноситься с тобой, это может быть для тебя абсурдным или ненужным, и ты прям реально не хочешь этого делать. Либо ты не хочешь по каким-то другим причинам, например, это противоречит твоему росту, или ты вообще видал работу и просто не хочешь этим заниматься. Еще одна категория, вторая, это когда человек не способен. Вот вы знаете, что можно отдать человеку, но он точно не способен. С этой категорией сложнее всего работать. Если человек в принципе не способен с обучением, с контролем, с наставничеством что-то сделать, наверное, вообще не нужно отдавать ему таких задач. Отдавайте другие, если это возможно. Ну, пусть он делает ту работу, на которую он готов. С этим мало что можно сделать, правда. Третья категория, это человек не знает, что делать. Это картинка про карго-культ. Знаете, что на далеком-далеком острове люди думали, что если молиться богам, то еда падает с неба. Это во время военных действий сбрасывали продовольствие, и они решили, что таким образом они молятся богам, и тогда продовольствие падает. То есть они делают то, что не приводит к результату. Они не знают, что делать. Когда ты не знаешь, что делать, чаще всего в нашей обычной жизни, вот без картинок про карго-культ, значит, ты забыл. Ты не знаешь, что тебе нужно сделать такую задачу. То есть тебе поставили ее в коридоре, а ты забыл про эту задачу, не помнишь совершенно. Или тебе обрисовали ее такими словами, которые абсолютно непонятны тебе, а ты не уточнил. Четвертая категория, это человек не знает, как делать. Задача ему не сна, но он не понимает, можно ли пробраться через такую картинку, можно ли что-то с этой задачей сделать, как идти, трек ему непонятен, он не знает, что делать. Четыре причины на одном слайде. Я попробую сказать, что со всеми этими четырьмя, ну давайте с тремя за исключением, второй способна работать система. Если есть система, то она способна помочь. Я сейчас покажу как в нескольких словах. Если сотрудник не хочет работать, мы это видим у себя в сервисе Bittrex24, у нас есть task tracker, постановка задач друг к другу внутри подразделения, внутри всей компании. Когда человек не хочет работать, конечно, это работа с мотивацией. Ты должен объяснить, зачем это нужно. Если ты говоришь, что вот эта задача, которую ты сейчас локально делаешь, нужна всей компании, вот для этого и для этого, человеку становится понятнее. В особенности мы тут говорили про поколение X, Y, Z. Людям, конечно, понятнее, когда ты обрисовываешь всю картинку и их место в решении этой задачи. Вообще их место в судьбе компании и в успехе компании. Ну и еще один момент про не хочешь. Когда ты ставишь задачу, она же публичная. Твой руководитель ее видит. Если эта задача внутри проекта, то твои коллеги видят, что ты не сделал такую задачу. И создается некоторое общественное давление, которое тоже работает с вопросом «я не очень хочу, но вроде как есть факторы, руководство, коллеги нужно сделать». Со вторым действительно не очень понятно, что делать. Если человек не понимает, как делать, можно, конечно, дать ему, то есть не способен решить такую задачу, можно дать ему алгоритм, в некоторых случаях это помогает, но если задача более-менее творческая, то, конечно, тяжело работать даже с системой. В-третьих, человек не знает, что делать. То есть он не знает, он забыл про задачу. С системой задачи не забываются в принципе, то есть она стоит. Там записано, что конкретно ты должен сделать. А самое главное, если тебе не очень понятно, ты можешь уточнить, спросить в комментариях, что вот это имелось в виду или другое. И там задача конкретизируется совершенно четко. Ну и последнее, если человек не знает, как делать, можно дать ему действительно чек-листы, алгоритмы, ссылки, посмотри здесь, посмотри там, ну или помощь коллег, ты ему в соисполнитель добавляешь несколько участников, которые координируют его. Ну и сам, конечно, присматриваешь, как наблюдатель или как постановщик. Немножечко идем дальше про технику делегирования. Как отдавать задачи? То есть мы разобрались с первым, почему люди не отдают, почему руководитель не отдает. Посмотрели. Почему сотрудник не принимает, почему не хочет делать задачи. Теперь, как правильно эту задачу передать? Условно мы делим наших коллег-сотрудников на три категории. Очень условно, ну для того, чтобы понимать, как к кому подойти. Есть профессионалы у нас, которые лучше, чем я сам, знают, как нужно делать. И этим профессионалам нужно на самом деле показать цель. Мы хотим достичь вот такого эффекта или такого результата. И ты точно знаешь, что они лучше тебя придумают, как достичь такого результата. Лучше придумают способ, лучше поставят сроки, лучше распланируют и вообще не более компетентны, ну и мотивированы. Это суперпрофессионалы, с ними предельно просто. Ты ставишь им задачу, можешь их проконтролировать в какой-то точке, но на самом деле они все сделают самостоятельно. Ты им очень сильно здесь не нужен. Вторая категория — это новички. Люди, которые не сталкивались с такой задачей, ты им заново такую задачу отдаешь. Новичкам нужно показать цель, показать трек, показать, как достичь такой цели. Вместе с ними пройти по этому пути, контролируя их постоянно. Наметить контрольные точки, результат в контрольную точку. Достаточно плотно поработать на всем протяжении этой задачи. И третья категория — это большинство середнячки. Такие люди, которые не суперпрофессионалы, они больше тебя понимают, не новички, они уже понимают, о чем речь. Такие в серединке. Этих людей оптимальнее просить самостоятельно нарисовать, как ты будешь двигаться к этой цели. Ты говоришь, цель вот такая, пожалуйста, сформулируй, принеси один-два варианта, каким образом эту цель можно достичь. Мы с тобой вместе посмотрим, определим контрольные точки, когда к чему должно появиться, и тогда все будет понятно. И тебе, и мне понятно будет. Это общее. Каким образом делегировать, как ставить такую задачу, насколько подробно. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто знает вот эти вот пять букв? Ух, класс вообще. Я тогда по ним быстро-быстро пробегусь. Это очень известная технология постановки задач. Называется она SMART, и у нее есть расшифровка, это аббревиатура каждой буквы. Задача должна быть совершенно конкретная, что ты должен сделать. Задача должна быть измеримая. Это не сделать хорошо, а сделать результат в цифре или в каком-то еще одном измерении, чтобы быть таким определенным, не знаю, занять долю рынка. Поставить цифру продаж, сделать конференцию к такой-то дате. В конференции должно быть раз, два, три, четыре, пять и вот совершенно измеримый показатель. Цель должна быть достижимой. Знаете, когда с совета директоров приходит коммерческий директор и такой неуверенным голосом говорит своему отделу продаж, что в этом году нам с вами нужно сделать плюс 40%. И такое видно, что он не верит вообще в эту цель. Что сделает отдел продаж? Не выполнит эту цель. Потому что коммерческий директор не верит в эту цель. То же самое, если коммерческий директор прибегает, такой весь воодушевленный, говорит, ребята, в этом году мы сделаем плюс 200% к продажам. И на него так смотрят все. Если каждый из его сотрудников не верит, а я по улыбкам вижу, есть кейсы такие, да? Если каждый из сотрудников не верит, не разделяет эту цель, не думает, что это возможно, тогда эта цель выполнена не будет. Здесь нужно работать с тем, как мы достигнем этой цели, да? Ну и понимать, что каждый сотрудник разделяет, верит, что она может быть достигнута. Четвертая категория. Задача должна соотноситься с собственными целями. То есть она должна быть релевантной тебе. Релевантной цели компании, что компания движется в эту сторону, эта задача ведет нас туда. Релевантна с твоими собственными целями. Не передай, пожалуйста, все дела перед увольнением вот соседнему сотруднику, и такой воодушевленный человек начинает собирать, передавать дела. С личными целями, с целями компании задача должна соотноситься, понимать, где она находится. Ну и последняя задача должна быть ограничена во времени. Вот пять критериев, вы все их прекрасно знаете. Я очень рекомендую в соответствии с этими критериями ставить задачки. Это сильно помогает. Значит, со смартом все понятно. Теперь немножко расскажу вам про удаленную работу. У нас несколько уже было исследований рынка удаленной работы и в России, и в ближайших странах, и мы видим, что примерно 1% сотрудников работает удаленно. То есть не в офисе, не у нас сидят, а где-то вот находятся. Кто использует удаленную работу? Класс, у нас тоже огромное количество рук, супер продвинутая конференция. Давайте я расскажу не про очевидные эффекты, которые мы там видим, не знаю, экономия, специалисты уникальные, которых можно взять где-то, команда воодушевленная, все остальное, а мне кажется, что есть очень крутой эффект от удаленной работы. Сейчас я расскажу, какой. В обычной жизни, когда у вас есть отдел, например, ну пусть это будет отдел маркетинга, вы заходите в офис и видите, как сотрудник, назовем его Мишей, приходит на работу с утра, работает постоянно, с серьезным лицом сидит, очки у него в роговой оправе, он все время смотрит в монитор, таким серьезным голосом разговаривает, никогда раньше не уходит, переживает за дело. Когда вы его спрашиваете, почему что-нибудь не получилось, он очень рагументирует вам, вам говорит, почему, как там, что происходило, и на все вопросы отвечает здесь, и он такой висит очень лояльный. И у вас есть, я это называю, иллюзии контроля. Вам кажется, что вы контролируете этого сотрудника, что он делает, каким образом он двигается к цели, какие у него результаты, ну тут он здесь, прям под боком. Когда вы начинаете использовать удаленную работу, вы работаете с человеком, которого вы не видите. Где он сейчас находится, совершенно непонятно. То есть он вот сейчас холодильник открыл и выбирает пирожные, там, котлету или еще что-то. Или он пошел в супермаркет за едой, или он еще где-то находится, вы не знаете совершенно. И вам приходится измерять его эффективность какими-то другими инструментами. Вы говорите, ну давайте я на результат смотреть буду, раз я процесс не контролирую. И начинаете замерять результат. И вот здесь, когда вы определили коэффициенты, достижимые цели, как человек двигается, вам не так критично. Вам нужно, чтобы человек достиг целей. По этим вы его замеряете. Один раз проделав такую работу с удаленным сотрудником, вы приходите в один день к себе в отдел и думаете, а почему я со своими по-другому? Вроде смысл-то тот же самый. И вот здесь удаленная работа совершает такой переворот. Она заставляет вас смотреть на реальные показатели работы. Что в офисе, что вне офиса. У нас внутри сервиса Bitrix24 есть такой показатель, не очень давно он появился, мы его называем показатель эффективности. Это такая цифра, которая показывает, какое количество задач у тебя идет без нарушения. Тут эффективность на слайде по-моему около 70%. Это определяется как процент задач, которые у тебя сейчас в работе есть, и процент задач, по которым есть нарекания. Это отрицательная оценка, например, по задаче, или задача, которая перевалила за окончательный срок. Просроченная задача. Это не панацея, сразу же хочу предварить, что в KPI или в зарплату такой показатель ставить я бы поостерегся, но то, что начинает измеряться, сразу же улучшается. Когда вы начинаете замерять продажи, они улучшаются. Когда вы начинаете замерять конверсию, она как-то улучшается. Когда вы включаете запись телефонных звонков, почему-то сотрудники начинают лучше разговаривать. Когда вы начинаете смотреть за эффективностью решения задач, как-то все начинают успевать все больше и больше в срок. Это измеримый показатель, который все время у вас перед глазами. И даже если руководитель спрашивает, а почему у тебя эффективность упала, и за этим не следует никакого финансового наказания, например, сотруднику нужно ответить на этот вопрос. И эта система приучает постоянно работать с задачами, смотреть, что у тебя в работе, решать такие задачи и двигаться вперед. Близис к завершению. Наверное, такая мотивирующая история для руководителя. Что такое хорошо и что такое плохо? Что происходит, когда у тебя задачи делегированы, ты отдаешь от себя задачи сотрудникам. И что происходит, если ты забираешь их к себе? Давайте начнем с хорошего. Если ты делегируешь задачи, то ты больше успеваешь. Логично. Если ты делегируешь задачи, то ты как управлениц начинаешь заниматься тем, чем должен заниматься. Своей релевантной работой ты начинаешь управлять, строить другие системы. У тебя угол зрения расширяется. Он не узкий, не как у специалиста. Ты не решаешь конкретную задачу. Ты решаешь широкий спектр. В то же время, если задачи от тебя не могут никак уйти, по тем причинам, мы на слайде смотрели, то руководитель всегда перегружен. У него всегда оврал, огонь и куча обезьян, которые сидят у него на плечах. И человек не может двигаться дальше. Не масштабировать бизнес, не двигаться по карьерной лестнице, потому что он очень занят решением этих локальных задач. Что происходит с точки зрения ваших сотрудников, которым вы отдаете задачи? Они начинают расти. Они получают новые компетенции, у них навыки улучшаются, они лучше работают в команде и улучшается климат. Сотрудники получают новые задачи, это их лучше мотивирует. Редко кому нравится получать одни и те же задачи в течение длительного периода времени. Каждый человек хочет расти чаще всего. Если у вас в коллективе люди, которые замотивированные, интересные, сильные, перспективные люди. Что получается не очень здорово, если задачи не уходят к вашим сотрудникам? Во-первых, сотрудники перестают проявлять инициативу, потому что вы не даете им ее проявлять. Вы даете им конкретную задачу, которую нужно сделать, например, маленькую. Если они сталкиваются с какой-то сложностью, они приходят к вам и отдают задачу обратно. Сильные сотрудники в такой системе не живут. Когда сильный сотрудник приходит в компанию и понимает, что у него не будет расширения его функционала, интересов, что он не может дать больше компаний, он не остается в этой компании. Не задерживается, как сильный сотрудник. Мне очень надеется, что я смог замотивировать вас. Сказать какие-то нужные слова, заранить ту идею для того, чтобы задачи не задерживались у вас, а шли дальше. Ну и как напоминание, маленькая обезьянка про задачи. Помните про них, когда вы будете со своими коллегами общаться, на чьей стороне сидит обезьяна, как не дать ей перепрыгнуть на ваши плечи. Спасибо, друзья. Если есть вопросы, я просто возьму. У нас есть вопрос от руководителя отдела продаж. Стоит ли делегировать перераспределение клиентской базы или лучше это делать самому? Отличный вопрос. Спасибо большое, друзья. Я не поставил сюда слайд, но мне кажется, даже неумышленно. Какие задачи нельзя отдавать? Я говорил, что делегировать нужно, и прямо если есть задача, нужно отдать ее. Нельзя делегировать задачи, которые непосредственно ваши. Если ваша задача управление, вы не можете поручить вашему сотруднику управлять. Если ваше задание распределение тех самых лидов или клиентской базы, вы не можете отдать ее кому-то, кто наравне с остальными коллегами получает эту клиентскую базу. Это ваша задача. Если вы растите себе преемника, да, сделайте такую штуку. Нельзя отдавать задачу, которую заведомо не выполнят люди. Про это мы немножко говорили. Спасибо. Спасибо, друзья. Давайте аплодируем Михаилу. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.